Вы на канале лаборатория автомобильной диагностики Ребята, здравствуйте! Еду я сегодня по просьбе клиента смотреть DAF 105-й, 16-го года Площадка, которая его продает, утверждает, что пробег родной порядка 500 тысяч километров Второй хозяин у машины И, знаете, предыдущий клиент, с которым я работал, тоже видел эту машину Но выбирал он между Scania и DAF Отозвался об этом автомобиле хорошо, но выбрал все-таки Scania, но вот больше она ему нравится Поэтому еду я сегодня к DAF 105-й, 16-го года И буду смотреть, что за машина, в каком она техническом состоянии Итак, поехали вместе со мной Стоимость машины 5600 На улице сегодня маленький мороз, минус 15 градусов Посмотрим внешне, как он выглядит Передняя левая ось Стоят батоны, остаток, ну, процентов, наверное, 20 приблизительно есть Задняя левая ось С достаточно приличным остатком Гудиер, ну, процентов, наверное, 35 Передняя правая ось Ну, такой же, 20-25% остаток, да Стоит Dunlop Задняя правая ось Ну, все так же, около 30% остаток И тоже стоит Гудиер Внешне он смотрится вот так Правая сторона бампера демонтировалась Но, по словам собственника, прилетел камень Расколол вот эту правую полусферу бампера И ее после этого заменили Юбка, ну, в таких вот Выбойных, да, от камушков Вот так она выглядит Ну, здесь все, в общем-то В норме 460-я прошивка Левое водительское стекло 16-го года Лобовое оригинальное И тоже 16-го года Правое пассажирское стекло 16-го года Задняя часть кабины Опа! Задняя часть кабины В заводской точечной сварке Ремонтом не подвергалась С правой стороны С левой стороны Задняя часть кабины Тоже в точечной сварке И тоже ремонтом не подвергалась Ну, вот так вот она смотрится В принципе, снег смел, да Чтобы можно было увидеть раму Целое, не целое Нет ли каких-то повреждений С левой стороны Рама целая Ничего страшного Здесь не видно И даже крепление крыльев Целое Оригинальные фонарики стоят Оригинальные пневмобаллоны Что говорит о том Что пробег, скорее всего Родной И V-образная тяга Саленблоки еще очень, даже Очень живые Вот здесь вот фонарик Немножко колотый Но это мелочи жизни С правой стороны Никаких трещин и повреждений На раме нет Сидельное устройство Не переустанавливалось В другую позицию Коробка Ну, я смотрю Никогда не демонтировалась Следов От ключей Каких-то я не вижу Здесь Все смотрится хорошо Достаточно Ну, попробуем машину Открыть Я не знаю Замерзла, не замерзла Попробуем О, открывается Красавец Так Левая дверная рамка Российская Федерация Омск Аттестация тахографа Левая дверная рамка Без повреждений С левой стороны Водительская дверь Не снималась С правой стороны Дверная рамка Следов ремонта И повреждений Каких-либо не имеет Шильдик Висит На стандартных Заводских клепках Следов ремонта Правая сторона Тоже не имеет Никаких Попробуем Открыть Смерзл Не открывается Правый Инструментальный ящик Левый Инструментальный ящик Повреждений Следов Демонтажа Не имеет Открылся Кабель АБС Тут лежит Домкрат Сцепное устройство Для транспортировки Вот так вот Кабина Внутри Смотрится Вот так В принципе Очень даже Даже очень Я бы сказал Такой видок у него Очень даже Неплохой Попробую Завести машину Холодно Не знаю Заведется Нет Коробка Механическая Давление воздуха Низкое Но это понятно Хотя 4,5 бара Держит Ну что Запуск Завелся Хотя на улице Мороз Минус 15 Машину давно Не заводили Но завелась Неплохо Под капотом Он выглядит Вот так Следов ремонта Подкапотное Пространство Не имеет Все красиво Кабель канала В заводской Упаковке Еще Масляная Заливная Горловина Двигатель Холодный Но Никакого Сапунирования Ничего Ни эмульсии На крышке Не видно Ширительный Бачок В общем то Следов масляных Подтеков Нигде нет Антифриз Чистый Вал рулевой Не болтается Снизу Масляных Подтеков Машина Не имеет Двигатель Усилитель Байкера Целый Сидок Ремонта Нет Ни слева Ни справа Есть Небольшой Масляный Подтек С клапанной Крышки Но Небольшой А так В общем то Двигатель Сухой Ищу По Сапунированию Нет Щуп Без Эмульсии И масло Не такое Старое С левой Стороны Подтеков Масляных Нет С правой Стороны Подтеков Тоже Масляных Видно Турбина Чистая Без Масляных Подтеков Поддон Подтеков Не имеет Двин Номер Хорошо Читается В принципе Машина Приятная Ну и Усилитель Бампера Целый С правой Стороны Ну и С левой Стороны Он тоже Целый Висят Проводочки Ну это Напротив Туманки Судя по всему Рулевой Усилитель Без Подтеков Шумозащитные Кожухи Все целые Правый Лонжерон Кабина Целый Следов Повреждения Ремонта Не имеет Левый Лонжерон Целый Следов Повреждения Ремонта Не имеет Ну в принципе В общем-то Выглядит Неплохо Машина Патрубки Все сухие Турбина Сухая Кабель Каналы Все в заводской Упаковке И здесь То же самое Без следов Ремонта Все в заводской Упаковке То есть Кривыми руками Сюда еще Никто не лазил Выхлоп У автомобиля Нормальный Не чернит Не дымит Не обгоревшая Труба Ничего Выхлоп Красивый Светленький И без обгораний На автомобиле Установлено Два бака Топленных Один большой Другой поменьше С правой стороны На улице Холодно Греться он Конечно Долго будет Но Делать нечего Перед тем Как сделать диагностику Нужно его погреть Конечно Сейчас сделаем Распечатку С тахографа Посмотрим Что там Распечатка Автомобиль Да Суточные Нам не надо Происшествия Не надо Превышение скорости Не надо Технические данные Да С УТС Да Распечатка Началась Смотрим Значит 19-11-2016 Конец 16-го года Значит 13-01-17 0 километров Так 13-01-17 0 километров И что у нас дальше 16-02-19 306-572 306 тысяч Километров Ну и больше Никаких записей нет Ну и пробег Должен быть родной Видите как Начало эксплуатации У него С начала В общем-то Где-то 17-го года Да Там Приблизительно Вот Вы будете смеяться Но у него даже Рация Президент На самом деле На легковых автомобилях Вариант для легковых автомобилей Президент Очень неплохая радиостанция Очень качественно работает Но здесь немножко поскромнее Установлено Но вариант тоже неплохой Ну и в принципе Конечно Я бы сделал слегка Маленькую химчистку Салону Но В общем-то Смотрится неплохо Сидение без дырок Вот Даже лобовое Цело Ну-ка Что у него там Ну вот здесь вот Нет ручки Да пластмассовый Но это мелочи жизни Все у него работает Подключимся Потом посмотрим Показывает Минус 8 на улице 494 тысячи 923 километра Пробег Редкий случай На самом деле Чтобы машина была Не из-под самосвала И имела оригинальный пробег И в принципе Находилась в таком В общем-то Визуально неплохом состоянии Но после диагностики Посмотрю Что там дальше будет Здесь у него стоит Прошивка экономичная Стоит машине Немного поработать На холостых И она начинает Предупреждать Что будет глохнуть Да Поэтому я ее на круиз-контроль Ставлю Ну и заодно Прогреется быстрее Ну и посмотрим сейчас На сцепление Выжимаем сцепление Передачу Отпускаем сцепление Но берет Чуть дальше середина Но остаток еще большой Достаточно Делители Работает 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 Но в принципе Так Вполне себе Посмотрим После диагностики Что будет Кстати Машина с холодильником Судя по всему Да Так Вот он Там немножко грязненько Конечно Надо отмыть Но он есть Это хорошо Сейчас будем делать Диагностику То 105 дав Будем по блокам Ходить Смотреть Первый блок Управления Двигателем Так Смотрим Диагностика Посмотрим Какие были ошибки Если были Каншины Получение Коммуникации Круиз-контроль Кан Кан-кан-кан Это обычно бывает При падении Напряжения Как правило По всем блокам Бьет Полностью Тахограф И так далее Да Значит Датчик давления топлива Давление топлива Чрезмерно низкое Этот код ошибки Не может быть удален Это неактивная ошибка Система безопасности Зарегистрирована Так Датчик давления масла Давление масла В двигателе Является чрезмерно низким Но это он Глох Судя по всему Датчик уровня Низкий уровень масла Здесь по одной ошибке Да Последние 8 ошибок Неактивных Датчик коленчатого вала Предупреждение О чрезмерной скорости Этот код не может быть удален Информация о системе Смотрим Данные блока управления ВИН соответствует Шильдику Последнее программирование Блока управления Было в 2017 году 23.06.2017 года Данные которые хранятся В блоке управления Общий пробег 424.923 С одометром у нас совпадает Общее количество Израсходного топлива 143.421 литр Совпадает с пробегом Средний расход топлива 28.97 Ну почти 29 На 100 километров Ну в принципе Вполне себе приемлемо Для такого автомобиля Видите я вам говорил Что на дафе существует блок Регистрация данных Телематики Блок ФМС Управление автопарком Вот этот интересный блок Там тоже есть данные Которые нас интересуют Вот зайдем сюда посмотрим Измеряемые параметры Смотрим Выбор параметров Которые охлаждающие жидкости Почти 60 Сейчас у нас обороты 1200 Машина греется Но расход в принципе 3 литра в час На 1200 Общее количество моточасов 9329 Моточасов Умножайте на 50 Получите приблизительный Вот такой пробег Да Вот это важная информация Которая в блоке в этом хранится Ну и общий расход топлива 143421 литр Соответственно Ну и здесь же хранится пробег 494923 С одометром совпадает Играют обороты Поехали Ну достаточно уверенно И полный выжим оборотов Без лишней вибрации Блок управления Чтение в режиме онлайн Да Обороты практически ровные Устойчивые Напряжение батареи 27,2 Но батарейки разряженные Давление наддува Смотрим Набирают машины обороты Нажимаем на газ Поехали Ну наддув Почти полный Немножко не хватило Еще разок резко Да Наддув почти полный Чуть-чуть-чуть-чуть не хватает Значит Давление топлива Низкое на холостых Ну 5,5 бар Оно немножко От 5,2 До 5,8 Изменяется Ну в принципе 5,5 Среднее Да Управление масла В двигателе 3 бара Температура масла 66,08 Температура охлаждающей жидкости 61 градус Тест цилиндров Да Вполне себе Неплохо Проверка системы Тест цилиндров Ну с пассажирского места Он смотрится вот так В принципе Приятная машина Осталось приятное впечатление В общем-то Я думаю Что цена Соответствует Качеству Я так считаю Субтитры создавал DimaTorzok